Музыка Так вот же ребят летают, они неопытные. Тот, кто может сказать, что, знаете, ребят, погода сложная, я не полечу. Он гораздо опытнее. Сначала у меня появился параплан, семья появилась потом. Хочешь вырастить чемпиона, ну, роди его, ты сам и научи. Хочется работать, тренироваться больше, больше, больше. Мировой уровень показывает только те, кто живет в горах. Надо рефлексы доводить до того состояния, в котором ты можешь сказать, я лучший. И взлетаем и с косым, и с боковым, и даже с задним ветром. А романтика, да, ты вспоминаешь, как это было романтично когда-то. Потом ты начал тренироваться. Почувствовал, как я люблю эту страну, как вообще здесь здорово жить. Парапланеризм в Беларусь пришел благодаря спору. Пять энтузиастов решили выяснить, кто лучший. Первое соревнование на точность проходили в Петриковском районе, на поле возле деревни Перетрутовский Воротын. Один из тех энтузиастов – наш герой Евгений Вихор. Его первый старт состоялся в 2011 году на хребте Боржава. Пацан с рогаткой и без опыта полета в горах выиграл за счет азарта и желания победить. Сегодня в копилке Мазырянина немало полетов и побед. Он отмечает, что парапланеризм становится самостоятельным, когда определяет свою погоду. Нельзя летать в облаках и тумане. Пилот должен видеть, что его окружает. Поднимаемся на гору на подъемники и видим опытных пилотов, которые с парапланами едут на подъемники вниз. Слушай, а почему вы вниз с парапланами? Погода плохая. Так вот, жеребят летают, они неопытные. Гораздо правильнее это суметь на земле определить условия, решить для себя, что они неподходящие, то есть опасные, и не взлететь. Поэтому тот, кто может сказать, знаете, ребят, погода сложная, я не полечу, он гораздо опытнее, чем тот, кто взлетает, а потом начинает бороться за жизнь, и потом переживает уже в воздухе о том, как ему приземлиться в безопасность, как вообще вернуться на землю живым. Парапланеризм – это спорт не адреналинщиков, а эндорфинщиков, говорит Евгений Вихор. Полеты должны быть в удовольствии и в радость. А если нужен спортивный результат, то подключается гонка, динамика и скорость. Мои победы спортивные, мои результаты – это результат системной работы, выстроенной в спорте, в спортивной жизни на Мозырском НПЗ. Это все связано, нельзя как-то, одно без другого, наверное, невозможно. На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, где Евгений Вихор возглавляет цех водоснабжения, активно развивается спортивная жизнь. Здесь есть круглогодичная спартакиада, а накал борьбы достигает уровня чемпионатов страны. Кстати, с финансированием поездок на турниры помогает Мозырский НПЗ. Первый билет на чемпионат мира наш герой выиграл в баскетбол. Главный инженер оценил старания Евгения Вихора на спартакиаде завода, а тот в ответ набрался мужества и попросил поддержки. Так предприятие стало помогать с финансированием поездок на турниры. А на соревнованиях наш герой бывает часто. С постоянным отсутствием главы семейства родные уже смирились. Сначала у меня появился параплан, семья появилась потом. А жена, которая будущая жена тогда была, ну я ее взял с собой в Крым проверить, как она вообще готова терпеть всю жизнь. Вот мои полеты, мы там честно искренне любили друг друга, но поехали в Крым на перекладных, на электричках каких-то, на дизелях. Добирались до туда два дня, потом шли пешком на гору. И при этом это был, вот только-только Советский Союз исчез, это был 96-й год, и мы, чтобы с продуктами были проблемы, мы с собой везли тушенку, сгущенку, там, палатки. В общем, все, что нам надо с собой, мы там везли с собой, поэтому все было очень тяжело. Жили на горе, смотрели на море, летал на параплане. До этого моря дойти, получилось дойти два раза, там, за две недели, две недели прожили. Вот это наша семья, и потом, в тот же год мы и женились, вот и живем до сих пор, у нас второй детей. Младший сын Евгения Вихора занимается программированием. Спорт – не его стихия. С дочерью наш герой летал в тандеме один раз на чемпионате в Албании. Несколько полетов совершил и с женой, а вот старшего сына к спорту удалось привлечь основательно. Алексей Вихор уже два года тренируется вместе с отцом, хотя в первый раз признается ему, как и многим, было страшно. Когда уже веревки прицепным был, сказали старт по рации, коленки тряслись, ну, очень страшно было. А потом, уже на полет десятый, уже было вообще не страшно. То есть, привыкаешь, все. Ну да, другой мир, там, в трехмерном пространстве надо ориентироваться. На турниры Евгений Вихор начал брать сына с двух лет. Говорит, что вся жизнь Алексея – это наблюдение за тем, как папа летает. Сам же спортсмен никогда это увлечение сыну не навязывал. Считал, что это неправильно. Это должно быть изнутри. Это должно, ты должен созреть. Это должно в тебе, когда ты сам этого захочешь, будет результат. То есть, если ты не захотел этого сам, то ты будешь все свои неудачи проецировать на того, кто тебя заставил. Поэтому, я никогда, у меня не было инициативы. Ну, когда в 19 лет он сказал, а можно попробовать? Я говорю, да, давай будем пробовать. Вот, купил ему параплан, хочешь вырастить чемпиона? Ну, роди его, это самое и научи. Когда у тебя есть что-то, чем ты можешь поделиться, это самое, ну, в данном случае опыт, то, конечно, удобнее всего делиться с тем, кому это нужно. Кто там, ну, сын этого, как оказалось, тот человек. С первого взлета до момента, когда Алексей Вихор занял второе место на первом этапе северо-восточного кубка «Бриллиант Фуд», прошло два года. Для парапланеристов из семьи Вихор это огромное достижение. Было интересно, когда там были команды из Великобритании, из самой Литвы, Литва, Латвия, Эстония. Вот, на пьедестале стояли два Вихора, первое и второе место. Вот, поэтому, конечно, очень приятно. Ну, а то, что это за такой короткий промежуток времени это произошло, ну, это говорит о том, что мы обладаем там достаточным уровнем технологий и понимание того, как надо тренировать. Парапланеризмом благодаря Евгению Вихору начали заниматься и трое его коллег. Правда, на профессиональном спортивном уровне остались лишь двое из них. Никогда не было такого, чтобы я там кого-то за руку взял и сказал, слушай, давай, вот я тебя научу летать. Приходит кто-то и говорит, ну, я хочу научиться. Я говорю, а зачем тебе это надо? Ну, говорит, я хочу, я об этом всегда мечтал. Ну, я говорю, хорошо, давай начнем с того. Вот, если твое желание такое искреннее, то давай покупай себе параплан и будем с тобой заниматься. Хорошо, вот этот человек начинает заниматься, вот, и мы с ним, это самое там, ну, начинаем с каких-то азов. Надо понимать, что это в взлетной школе взлететь можно на второй день, но все это не то. Почувствуй себя пилотом, самостоятельным пилотом. Даже талантливый спортсмен сможет через год. Вот, если у человека талантов нет, то надо компенсировать трудом. А результатов, ну, вот мое глубокое убеждение, что добиваются успехов трудяги, то есть тех, кто вкалывает и работает на результат. Это трудолюбие нужно гораздо больше, чем талант. В Беларуси есть единственная школа по обучению парапланеристов, и находится она в Гомеле. Размещается в Центре авиационно-технических видов спорта. Заниматься парапланеризмом Евгений Вихор рекомендует далеко не каждому, а лишь тем, кто проснулся утром и понял, что без неба жить не может. К слову, это еще и самый бюджетный способ взмыть в небеса. И самый быстрый. Подготовка к взлету занимает не более получаса. Это очень красиво, поэтому, конечно, дух захватывает, и хочется людям летать, хлопать в ладоши и кричать, как здесь красиво, как здесь здорово. Все это так, пока ты не решишь стать чемпионом мира. С этого момента у тебя исчезает вся романтика, ты начинаешь работать на результат, тебе хочется работать, тренироваться больше, 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 потому что что-то, где-то, какой-то технический нюанс, еще ты чувствуешь, что надо отрабатывать. И если этого не будет, не будет результата. А романтика, да, ты вспоминаешь, как это было романтично когда-то, потом ты начал тренироваться. Вот как-то так. Евгений Вихор еще и рекордсмен. Изначально он хотел попасть в Книгу рекордов Гиннеса, но оказалось, что это коммерческий проект. Альтернатива – книга Дива. Там другой подход. Выполняешь рекорд – твое имя вписывают. Помогала в этом ему целая команда из десяти человек. Одни фиксировали результат, вторые буксировали машину, третьи снимали видео. Идея была в чем? Сделать, работая на точность переземления, сделать максимально возможное количество стартов. Мы хотели это сделать ко дню рождения завода. Там оставалось погодное окно в полдня, потому что приходил фронт, шел циклон. И нам надо было попасть в субботу утром. Приехали на аэродром, еще было темно, как расцвело, сразу взлетел, начали летать. Было у нас чуть меньше четырех часов, потом начался штурмовый ветер. Получилось 50 стартов мы успели сделать за 3,5 часа. И при этом результат нам на точность переземления пока еще остался не побит. Потом мой товарищ литовец побил этот результат, он сделал 80, но за 12 часов. Поэтому мы за 3,5, это получилось 3,5 минуты, на один старт чуть-чуть больше. В парапланиризме есть три дисциплины фристайл, кросс-кантри и приземление на точность, в которой наш герой и выступает. На его взгляд, только в этой дисциплине можно добиться успеха в нашей стране. Аргументы в пользу такого мнения есть. Кросс-кантри и фристайл – соревнования, характерные для гористой местности. Периодически в Беларуси появляются парапланиристы из этой дисциплины по кроссу, но они не выдерживают мировой конкуренции. Мировой уровень показывают только те, кто живет в горах. Они живут в горах, летают там каждый день, используют любую возможность. Если человек работает, зарабатывает здесь, а ездит периодически в отпуск, летать куда-то в горы – это не спортсмен. Надо тренироваться каждый день, то есть надо использовать максимум от погоды, надо рефлексы доводить до того состояния, в котором ты можешь сказать «я лучший». Это возможно в точности. Здесь можно летать в любую погоду. Практически мы летаем до ветра в 10 метров в секунду и взлетаем и с косым, и с боковым, и даже с задним ветром. То есть это настолько уже отработали технику. Сама возможность этим заниматься здесь у нас в Беларуси есть. Каждый старт уникален и приносит много эмоций. И это в парапланиризме «Аксиома». Вся стена в квартире нашего героя увешана наградами. Как-то он поехал в Калининград. Там были и сильные соперники, и ценная награда. Там была скульптура парапланириста из «Янтаря». За нее бороться просто… Там было столько азарта и такие были эмоции, что я не сумел настроиться на чемпионат Европы. Я его проиграл. Просто эйфория от победы на предыдущих соревнованиях. Я это понимал. Я ехал и думал, как же выступать. Я в таком… У меня столько чувства переполняет. И это вот оно запоминается. Еще одна из важных поездок была в Индонезию. Именно там наш герой как никогда ощутил разницу между Беларусью и многими другими странами. Интересно было, когда вдруг ты понимаешь, что живем в смоге. Для меня это в какой-то момент оказалось непонятно. Ну как же так, да, красивая гостиница, да, там вроде гора, там старт, площадка. Вот, но дышать нечем. Вот, потом смотришь, люди ходят все время там и в перчатках, и в длинных рукавах. Вот, они не загорают. Почему? Потому что солнце очень активное, рак кожи, они боятся. А почему смог? Потому что мусор сжигают. У себя во дворах сжигают мусор. Потому что коммунальные службы не работают. Это неорганизовано. Воду пить нельзя. Только магазинную, только бутилированную. Почему? Потому что загрязняют природу стоками сами. В итоге я приехал в Беларусь, я почувствовал, как я люблю эту страну. Как вообще здесь здорово жить. Сегодня Евгений Вихор и его сын Алексей в периоде ожидания. Международная федерация парапланиризма отменила все соревнования. Ближайшие намечены на сентябрь. Но до первого турнира еще время есть. А это значит, можно поработать над продвижением парапланиризма в Беларуси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова